Предложение президента России Владимира Путина относительно межправительственных консультаций по подписанию Украины соглашения об ассоциации с Евросоюзом создает основу для конструктивных переговоров, отмечает Николай Азаров. Уже в ближайшее время в правительстве планируют выяснить реальное влияние зоны свободной торговли с ЕС на товарооборот и кооперацию между Украиной и Россией. Премьер сообщил о намерениях создать межправительственную дорожную карту украинско-русского сотрудничества. Украина завершила сбор ранних зерновых культур и полностью обеспечила собственные потребности в продовольственном зерне, сообщают в правительстве. В целом намолочено почти 40 миллионов тонн зерновых, что на 15% превышает прошлогодние показатели. Впрочем, теперь стоит приложить усилия для сбора поздних зерновых. По словам премьера, погодные условия позволяют ускорить жатву. Кроме того, глава правительства требует удержать высокие темпы экспорта зерна. Также в Кабмине успокаивают цены на овощи будут оставаться стабильными, а собранного урожая полностью хватит для внутренних потребностей страны. або на одну особу 180 килограмм при норме 105 килограмм на риг. Валу-воробницу-картопли становится понад 21 миллион тонн. Из них фонд с пожелания 6 миллионов тонн, або близко 140 килограмм на особу на риг. Также правительство планирует в ближайшие годы увеличить объёмы производства ракетно-космической техники. Кабмин приняло решение о привлечении кредитных ресурсов под госгарантии для разработки новейшего комплекса отрасли. Это даст возможность создать около 10 тысяч рабочих мест и будет способствовать выходу Украины на новые рынки сбыта.